Получится ли у режима сделать из Беларуси Северную Корею? Зачем нужен координационный совет, если есть переходный кабинет? Почему режим переписывает истории Беларуси? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях. Порою кажется, что идеальная Беларусь в фантазиях шкловского диктатора живет и функционирует в формате Северной Кореи. Культ личности со своими сельскохозяйственными эпосами, железный занавес, кастовая система общества, молчаливое и трусливое всенародное собрание, тотальный контроль за каждым беларусом, круглосузочная пропаганда, идеология лукашизма, прививаемая с пеленок и прочие прелести замкнутой диктаторской биосистемы. Каждый день мы видим, как наша страна погружается все глубже и глубже в тоталитарное болото. Зрители Маланки спрашивают, получится ли у режима сделать Беларуси Северную Корею? Ну, я думаю, что в буквальном смысле слова сделать из Беларуси Северную Корею невозможно, потому что в первую очередь Беларусь находится в центре Европы, то есть рядом с Беларусью есть и Польша, и Литва, и Латвия. А Северная Корея находится на полуострове и связана она только с Китаем и с Северной Кореи. По-моему, там даже вообще течет река протекает, которая вообще отделяет Северную Корею даже от этих стран. То есть она, Северная Корея, полностью изолирована. И этим как бы очень многое обуславливается. То есть вот мы не обращаем внимания на географию, хотя вот сейчас как раз говорят, что наоборот, география и геополитика, география вернулась, и оттуда получилась геополитика. Поэтому местоположение страны очень важно. И поэтому в буквальном смысле слова, то есть делать из Беларуси изоцелянистскую страну, которая вот будет полностью оторвана от всего мира и будет там общаться с одной или с двумя странами невозможно, потому что географически Беларусь, как я сказала, находится в центре Европы. Ну, то же самое можно сказать о том, что все-таки большое количество беларусов живет, выехало сейчас, живет за рубежом. То есть диаспора насчитывает несколько сотен тысяч людей. Естественно, эти люди будут так или иначе общаться со своими друзьями, членами семьи, которые находятся в Беларуси. Поэтому общение будет идти, информация будет проступать, будет появляться в Беларуси. Точно так же нельзя полностью отключить интернет. То есть режим это пробовал несколько раз, вот, например, во время выбора в 2020 году и понял, что на сегодняшний день, когда вся экономика цифровая, все завязано на интернете. То есть режим просто не выживет. Власти не смогут себя поддерживать, свою экономику, если они отключат полностью интернет. Ну вот в Беларуси, например, еще не отключили, работает Инстаграм, а в России его нет. Можно, наверное, отключить Инстаграм, можно отключить Фейсбук. Но тот же Телеграм, например, его очень сложно отключить. В России пытались и не отключили, поэтому Телеграм не смогли отключить. Поэтому Телеграм будет продолжать работать и информация будет продолжать поступать. Конечно же, наши ожидания от того, что могут сделать сегодня власти Беларуси, они намного увеличились по сравнению с тем, что мы все предполагали в 2020 году. Да, нам казалось, что невозможно закрыть все средства массовой информации, что невозможно полностью оторваться от Запада, невозможно, например, поддерживать Россию в войне, если говорить уже про этот год. Но на сегодня мы видим, что по вот такому вот небуквальному, но вот по, скажем, такому метафорическому пути Северной Кореи Беларусь и белорусские власти, в частности, сильно продвинулись. И, наверное, можно еще посадить больше людей в тюрьму. Можно большее количество вести сотрудников по идеологии, которые будут контролировать, что происходит на предприятиях, в частных компаниях. Можно проводить дальнейшее так называемое идеологическое воспитание в школах, хотя действительно самой идеологии в Беларуси тоже нет. Вся идеология сводится вот к так называемой Великой Отечественной войне и подвигу белорусского народа. И хотя Лукашенко вот пытался уже сам почти 30 лет создать какую-то идеологию, так он ее и не составил. И вот те флаги, которые мы видели, белый, красный, белый в 2020 году, они показали, что все-таки идеология белорусского независимого государства, которая существовала до Лукашенко, она выживает. Поэтому приблизить, закрыть Беларусь еще больше, это можно будет сделать. То есть можно будет, как я сказала, посадить больше людей, ввести больше идеологии в школе. Можно будет полностью слиться с Россией в поддержке, например, в области зарубежной политики, политики обороны. Можно будет, ну что еще сделать, я даже не знаю, можно будет полностью, например, в экономическом плане перестать торговать с Западом. В принципе, мы видим в этом направление. Но полностью отрезать Беларусь от информации, полностью отрезать Беларусь от контактов не получится. И даже в экономическом плане то, что сегодня делает власти, режим, опять-таки показывает, что да, частично экспорт можно перенести на Россию, который Беларусь потеряла после санкций, наложенных со стороны западных стран. Но полностью это невозможно сделать. Там только 14%, условно говоря, экспорту удалось перенести на Россию. В то же время последнее, наверное, что стоит отметить, есть, как я говорила, страны Литва, Латвия, Польша, которые очень теперь понимают важность Беларуси в плане своей безопасности, политики безопасности в первую очередь. И есть Украина, которая тоже теперь осознает, что, возможно, надо было поддерживать демократию в Беларуси больше и выстраивать такой пояс безопасности. Поэтому, опять-таки, география Беларуси будет помогать, потому что вот эти страны, они будут постоянно пытаться втягивать Беларусь в какие-то инициативы, хотя бы вначале по поддержанию контактов между людьми. Как раз в то, чтобы Беларусь не стала изоляционистской страной. Или чтобы она не полностью не потеряла свой суверенитет и не стала частью России. Поэтому я думаю, что Беларуси полная северокризация не грозит. Давно ничего не было слышно о Координационном совете. Напомню, что совет был образован 20 августа 2020 года как единый представительный орган белорусского общества. 9 августа 2022 года на конференции «Новая Беларусь» в Вильнюсе было принято решение о реорганизации деятельности Координационного совета в рамках формирования новой конфигурации демократических сил. На той же конференции стало известно о создании объединенного переходного кабинета. В октябре начался запуск реформы Координационного совета, которая должна завершиться в декабре первым общим собранием обновленного Координационного совета. Резонный вопрос от наших зрителей. Зачем нужен Координационный совет, если есть уже переходный кабинет? Адрознение Координационной рады от кабинета у тем, что кабинет гэта хучей выканавчий орган, и он дзенече у рамках агульно принятой стратегии, а ось распрацовка стратегии гэта з большого прерогатыва Координационной рады. Бо яна, як плануэцца пасля реформы, будзе уключачаць сябе праставнікоў розных, як і палітычных, так і громадскіх групаў, які, може быць, маюць п па пылных пытаннях суперечная погляды, але якраз такі в рамках Координационной рады яны могуць дамавляцца, прыходзіць, калі не да конценсусных рашэньо, то выпрацовваць при нам сі позыцую большаці. Это то, что в принципе потребно беларусам, бо подобного не было, и часы до 2020 года розные спробы объединения, коалицийные группы, форумы, которые проводились в конгрессы, они носили хучей часовый характер, выращали конкретные задачи, и после этого, как правило, распускались. А координационная рада это может быть сталадеющий орган, который будет объединять думки и меркования не только участки политических субъектов, выключено политических субъектов, але меть махчымасть долучить и меркование абсолютно широкого спектру громадских группов, экспертных группов, бо для Беларуси это важно. Важно, как ты активные люди, які сегодня зараз есть, мели махчымасть, мели место, где они могут помеж собой размовлять и по истотных пытаниях домовляться. Тая крытыка, якая зараз есть удачинение до кабинета, до офиса Светланы Тихановской, в принципе, у гэты можно бачить и становочие моменты, и треба их бачить, потому что без крытыки ничего развиваться не будет, не будет меняться до лепшого. Чему яна так массово гэтае пытание подымаются зараз, чему такая велизарная увага до неких помылок, цимахчыма промахаў, названых структураў? Потому что, ну, па-перше, людзі в Беларусі стаміліся чакаць пираменаў. Это нам так моцна вымотвае, моцна напружвае, калі ты знаходзшся в ситуаціў ўже некалькі гадоў, дзе ты хочеш нешта зарабіць, хочеш змініць, але де факта не можеш, не ведаш, куды прэкласяць свае намагані. Тому, в такой напружанной нервовой ситуаціў, канешння, эмоцыі часам зашкаліваюць. З іншага боку, гэта свечіць пра падвышэння і палітычнай культуры беларускага грамацтва. Бо, калі да 20-го году больша декларавала прынцып, ну, нам не да палітыкі, там, ка гості абралі, тут не быта насталене, шта ёсня хайкіруюць, так нас пазбавляюць выбары і права выбіраць, але гэта може быць не істотна, бо сабліва нічога все ровна не меняецца. Пасля 20-го году прышло разуміўння, шта ад твайго выбару, ад таго, хто праставляе твай інтерэсы, на ўпрос залежыць тваю жыццё. Якое не то, шта може не меняцца, там, цей не істотна паліпшацца, якое може быць значна пагоршыма. Жно да таго, шта ты патрапіш турму, ці будзеш вымышны з'ехаць з країны, бо ты, хто ні быта мусіць праставляць і абараняць твай інтерэсы, яны маюць на кон ця безусі менше планы. І падобнае ось адчуванне необходнасті контролю за праставнікамі, ано пераносіцца і на сферу пазыцыных структураў, і тому з'являюцца такія достаткова высокія патрапаванні. Гэта працэс, які гаворыць праставлення беларускай наці, беларускаго грамадства, і тут трыба бачыць пазыцынный момент. 2022 год в Беларусі назначен режимом «Годом исторической памяти». В течении года так называемой «исторической памяти» в нашей стране задерживают за разговор на беларуском языке, арестовывают историков і екскурсоводів, закрывают беларускоязычные издательства, сносят исторические здания і уничтожают кладбище. Режим решил переписати историю под себе і разрушаєт историческое наследие Беларусі. Вот уже і лозунг «Живе Беларусь, живе вечно» служки шкловського іх чиновника признали нацистским. Наші підписчики спрашивают, почему режим переписывает историю Беларусі? Вообще фальсификація історії – це вещь така вже давня. Эксперты кажуть, що ще со времен Древнього Єгипта в общем, кожен раз її фальсифицировали. І використовували прошлое для того, щоб оправдати настоящее і як-то спрогнозувати будущее, сконструювати образ будущого, який… Але единственное по сравнению з Древним Єгиптом є одно тягчающее обстоятельство у современників. Оно стоїть в тому, що все-таки історія при всіх критикі, оговорках, що там методи не дуже убедітельні, як обычно це в гуманітарних, але, тим не мене, це наука. І вот поэтому фальсифицировати її становиться все сложніше. однака, понятно, що нынешні політики приуспевають в цьому, і здесь, в общем-то, особливо для нынешніх авторитарних режимів, коли у них нет внятной идеології, це фальсификація історії виглядеться дуже слабо, і дуже легко її можна, що називається, схватити за руку. Тех, хто починається в ролі, по большому счету, пропагандистів, фальсификаторів, вони такі, в общем, як такі мілкі жулики. Почему? Потому що нет внятной какой-то стратегії, як вот раньше, скажімо, в советських времена, коли була своя идеологічна фальсификація історії, вона встраивалась в какую-то парадигму, в общую систему, в какое-то, так скажемо, прочтение історії, яка имела своє основання, имела свою аргументацию, имела своє, в якому-то смыслі це була така оправданна, так сказати, логически, по меньшій мере, обоснованна і оправданна. Сейчас же вот это все выглядит как вот такие спорадические, совершенно не связанные, бессвязные абсолютно такие попытки ухватиться за какой-то фрагмент, выдать його за, значит, на гребні вот каких-то там конюнктур, потребностей конкретних политических елит или даже какого-то момента. Вот как сейчас, например, в Беларусі этот лозунг, значит, «Живе Беларусь», который стали называть нацистським. Значит, это очевидно такая пропагандистский трюк, который нужен для того, чтобы вот закрепить в коллективном сознании определенные такие маркеры, да, идентификаторы. То есть вот в обыденном сознании как бы оно такое достаточно инертное, некритическое, так сказать, да, и вот коллективное сознание люди теряют, что называется, голову. Вроде бы каждый по отдельности производит впечатление умного человека и аргументированного, и образованного, но как только появляются какие-то вот, значит, коллективные массовые формы сознания, где есть... А история имеет к этому отношение. Она же имеет отношение к коллективу, к коллективному нашему сознанию, к нашему прошлому. Значит, и вот тотчас же здесь люди оказываются достаточно беспомощны, ну и потому что, в общем, само это коллективное сознание всегда есть разные интерпретации в истории, и потому что люди этим специально не занимаются, и потому что есть определенные, ну, такие маркеры, без которых картина мира у человека может разрушиться. И вот таким маркером для, конечно, всех постсоветских стран, и особенно Белоруссии, советизированной сильно, является вот вторая мирная война, и все жертвы, которые были принесены, и, соответственно, вот этот враг, который до сих пор остается, несмотря на то, что уже прошло так много лет, да, значит, до сих пор, почти 80 лет, значит, до сих пор остаются нацисты, немцы, фашисты, это такое вот воплощение зла, как, да, вот, соответственно, такая модель, она позволяет строить в эту картину мира, в эту интерпретацию, значит, мира, которая для многих и является реальностью, то есть, ну, подавляющее большинство людей ведь не понимают, что на самом деле любая история, это все равно интерпретация, даже если она более правдоподобна, если она основана на фактах, там, научной и прочее, но это все равно, вот добросовестный историк всегда скажет, что это очень правдоподобная интерпретация, вот как бы там стопроцентной гарантии, как там в научных, в точных науках, когда мы можем взять, апробировать это в лабораторных условиях, там, значит, подтвердить математическую теорию на практике, значит, экспериментально подтвердить ее неоднократно, в истории такого не бывает, это означает, что всегда остается вот интерпретация, да, как, и вот тут как раз в этой ситуации оказывается, что идеологи и пропагандисты, они, как такие ловкачи и трювкачи, играют на наивности и на легковерности граждан, которые, значит, могут легко поддаться на вот эти, значит, с одной стороны, достаточно яркие, и все зависит, конечно, от таланта, значит, и успешности вот пропагандистов, с одной стороны, а с другой стороны, насколько они встраиваются вот в эту картину мира, вот есть какие-то такие очень больные точки в общественном сознании, как вот нацизм, фашизм, то есть зло, которое признает во всем мире, что это зло, это такая общечеловеческая конвенция, можно сказать, да, и вот как раз как бы здесь в данном случае вот используются такие способы, ну вот, переписывания историй, фальсификации истории с целью мобилизации общества под конкретные вот сегодняшние актуальные политические цели, значит, действительно, там у Лукашенко того же, или у Путина острый дефицит идей, острый как бы вот дефицит вообще доверия, легитимности, значит, и это люди, которые, политики, которые чувствуют, как вот почва уходит из-под ног, и в этом отношении они хватаются за все, даже за такие баснословные, совершенно какие-то вот, да, мифотворческие вот такие интерпретации, которые, ну, в общем, для любого, хоть сколько-нибудь знакомого с историей человека, конечно, выглядят, ну, смехотворными, в общем-то, но, и да, мы помним всегда, да, так сказать, Лукашенко у нас, как бы, историк же, который отправил учиться Франциску Скорину в Санкт-Петербург, да, вот это тоже, как бы, такой важный момент, что, значит, там у Путина своя история, значит, свое понимание истории, а у Лукашенко история, это, ну, фактически, такой вот мир воображений, да, воображаемый, такой воображариум, где, значит, там может быть произойти все, что угодно, и Скорина может во времени переместиться, и, значит, и Живе Беларусь, может нацисты, значит, выкрикивать там, все может произойти, вот, это такое, действительно, он может позволить себе все, и в этом смысле, тут все могут быть такими, значит, сценарии возможные, самые сказочные, и невероятные. Ну, и в этом, кстати сказать, в этом, вот в этом как раз одновременно и слабость, потому что, ну, как бы там отправить, Скорину учиться в Санкт-Петербург, но здесь уже как бы любой может поймать за руку, да, и тогда, конечно, вот я то, с чего начинал, что шито белыми нитками, для людей, которые, значит, все-таки как-то интересуются историей, это станет понятно. Ну, и мне кажется, это хороший повод обратиться к источникам и начать изучать историю своей страны, вот, чтобы как раз сказать, а действительно ли это так, да, вот по большому счету, это такой вызов, как бы ко всем нам, а действительно ли это так, а давайте мы покопаемся в архивах, там, в каких-то документах, почитаем историков, тех, других, третьих, и посмотрим. Вы смотрели проект Маланка Медиа, народ спросит, задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш Телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Обращаем ваше внимание, что теперь ток-шоу «Народ спросит» выходит в более удобное время. Прямой эфир каждый вторник в 19.00 на нашем канале Маланка Live. Заходите на наш сайт Маланка Медиа и скачивайте мобильное приложение Маланки. Не забывайте, что в нашем Инстаграме и Телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Живе Беларусь и слава Украине!